Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова. И Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 27 сентября. Мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 27 сентября 1130 года на землях Южной Италии, Апулии и Калабрии и острове Сицилия было образовано Единое Нормандское Сицилийское Королевство, ставшее одним из сильнейших и наиболее развитых государств Средиземноморья той эпохи. Его основали нормандцы, потомки скандинавских викингов, которые в X веке путем завоеваний заселили север Франции, образовали там собственное государство Нормандию и приняли христианство. Страсть к путешествиям и завоеваниям, доставшиеся в наследство от грозных предков, не давала им покоя. И вскоре они уже начали подыскивать новые земли, не имеющие единой власти, а значит и серьезной защиты для своего очередного вторжения. Ситуация, которая сложилась к началу XI века на юге Италии, подходила для этого как нельзя лучше. Часть ее территорий признавала правление Греции, тогда как другие области отдавали предпочтение Священной Римской империи. Ломбардские княжества и города-государства, такие как Неаполь, Гаэта, Аммальфи, боролись за свою независимость, а Папа Римский претендовал на гегемонию над всей церковью. Остров Сицилии же находился под властью Сарацин, которые захватили его в IX веке и оттуда грозили Италии, совершая постоянные набеги. Но ни на чьей стороне не было решительного перевеса, и такое положение дел представляло нормандцам хорошую возможность вооруженного вмешательства. Существует несколько версий того, как первые нормандцы попали в Южную Италию. К сожалению, время нашей программы ограничено, и рассмотреть их все у нас просто нет возможности. Важен факт. К началу XII века нормандцы в Южной Италии присутствовали. Завоеватели с севера положили начало созданию своего нового сицилийского государства. И очень скоро весть о красоте и плодородии этой страны привлекла туда большое число новых переселенцев из Нормандии. Среди них были 12 сыновей мелкого нормандского землевладельца графа Танкреда Глотвельского, трое из которых впоследствии изменили судьбу всего Средиземноморского мира. Старшему из братьев Вильгельму удалось захватить для себя столько земель, что в 1043 году он был признан самым могущественным человеком в Апулии. Четвертый, по старшинству, Роберт, прозванный Гвискаром или Коварным, к 1071 году завоевал все города Калабрии, некогда принадлежавшие грекам. Младший из братьев Рожер отправился на остров Сицилия и покорил его, вытеснив оттуда Сарацин. А затем был провозглашен королем Сицилии Рожером I. И, наконец, его сыну Рожеру II удалось объединить земли Апулии, Калабрии и Сицилии, захваченные нормандцами в период их пребывания в Южной Италии. И в этот день, 27 сентября 1130 года, стать первым правителем единого сицилийского королевства. 27 сентября 1601 года родился Людовик XIII, король Франции. Людовик зашел на трон восьмилетним мальчиком после того, как в мае 1610 года его отец Генрих IV был убит религиозным фанатиком. До совершеннолетия Людовика Францией правила его мать Мария Медичи и ее фаворит Кончита Кончини, известный также как маршал Данкер. После совершеннолетия Людовик первым делом избавился от ненавистного Данкера, подослав ему наемного убийцу гвардейского капитана Витри. Подтвердив нанский эдикт своего отца от 1598 года о веротерпимости, Людовик одновременно повел решительную борьбу с сепаратистскими поползновениями французских протестантов – гугенотов. Однако на первых порах его подстерегали неудачи. Новая эпоха в его правлении началась после того, как в 1624 году в состав Королевского совета вошел кардинал Ришельё. С тех пор и до самой своей смерти, в 1642 году, кардинал Ришельё оставался центральной фигурой на политической сцене Франции. А личность монарха, который проявлял серьезный интерес только к военному делу, находилась в тени великого министра. Впрочем, Ришельё предпринимал свои шаги только с одобрения короля. А когда вставал вопрос о мерах против участников заговоров, которых Ришельё разоблачил великое множество, король проявлял непреклонную суровость, превосходившую ту, которой желал от него сам Ришельё. В своей политике Ришельё преследовал две главные цели – сокрушить могущество знати и усмирить гугенотов. И там, и там он добился одинаковых успехов. В 1628 году была захвачена Ларошель – главная крепость протестантов. И были окончательно разрушены замыслы гугенотов о создании независимого государства на юге Франции. В борьбе со знатию Ришельё не брезговал никакими методами. Доносы, шпионства, откровенные подлоги – все шло в ход. Ришельё, шутя, разрушал направленные против него заговоры. В то время как от его интриг пострадали многие блестящие представители французской аристократии. После смерти Ришельё в 1642 году его место занял его ученик – кардинал Мазарини. Однако король пережил своего министра лишь на год. Людовик был страстный любитель музыки. Он играл на клавесине, виртуозно владел охотничьим рожком, пел партию первого баса в ансамбле, исполняя многоголосные куртуазные рыцарские песни и псалмы. Людовик XIII сам был автором куртуазных песен и многоголосных псалмов. Музыка его также звучала в знаменитом марлезонском балете, для которого он сочинил танцы, придумал костюмы и в котором сам исполнил несколько ролей. 27 сентября 1672 года Королевская Африканская Компания получила монополию на торговлю рабами. Изначально эта кампания организовывалась для установления торговых отношений между Англией и Западной Африкой, а ее акционерами стали члены королевской семьи, лондонская знать и влиятельные английские торговцы. Основными вывозимыми товарами из Африки были слоновая кость, красное дерево и золото, из которого в Лондоне чеканились особые монеты, гинеи, названные так по местности приисков. Приблизительно в тот же период Англия начала осваивать появившиеся у нее территории Нового Света. В Вирджинии были устроены обширные плантации табака. На Барбадосе и других островах Карибского моря занялись культивацией сахарного тростника, что привело к резкому увеличению спроса на черную рабочую силу. Торговля рабами начала приносить большие прибыли и стала приоритетной для африканской компании. Моральное значение продажи людей и дальнейшая их эксплуатация никого не беспокоило. Для вовлеченных в такой бизнес купцов все это было обычным делом. Видимо, и африканские вожди не чувствовали угрызений совести, когда, заключив с англичанами союз, приводили на западно-африканский берег Атлантики толпы пленников, захваченных в междоусобных войнах. Возможность быстро разбогатеть привлекла частных торговцев, которые стали заполнять трюмы своих кораблей живым товаром, тем самым сбив на него цены и составив серьезную конкуренцию компании, находившейся под покровительством короля. Чтобы не допустить подобного произвола, компания купцов-авантюристов была переименована в Королевскую Африканскую Компанию и 27 сентября 1672 года стала монополистом в торговле рабами. В период действия монополия с 1672 по 1889 год Королевской Африканской Компании было переправлено через Атлантический океан более 90 тысяч рабов. А сколько еще невольников погибло по пути и было выброшено за борт, неизвестно никому. Сегодня 27 сентября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 27 сентября был заключен Берлинский пакт 1940 года, другое название – Пакт трех держав, или Тройственный пакт. Международный договор или пакт был заключен сроком на 10 лет между главными странами-участниками Антикоминтерновского пакта. Германию представлял Иоахим Риббентроп, Италию – Галиадсо Чиано и Японию – Сабура Курусу. Берлинский пакт предусматривал раздел мира между тремя государствами. Германии и Италии предназначалась ведущая роль при создании так называемого «нового мирового порядка» в Европе, а Японской империи – в Азии. К Берлинскому пакту присоединились также зависимые от Германии правительства Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии. 25 марта 1941 года к Берлинскому пакту присоединилось югославское правительство Драгиша Цветковича. Но уже 27 марта оно было свергнуто, а новое правительство Душана Симовича не утвердило акта присоединения. Позднее к пакту присоединились Финляндия, Испания, Таиланд, марионеточные правительства Хорватии, Манчжоуго и правительство Ванзинвея в Китае. Берлинский пакт был тесно связан с планами нападения участников на СССР. Разгром стран Оси во Второй мировой войне привел к ликвидации пакта. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова